Здравствуйте, уважаемые подписчики сообществ правительства Калининградской области в социальных сетях. Мы продолжаем серию прямых эфиров, на которых отвечаем на самые востребованные, самые актуальные вопросы. И сегодня у нас в гостях в прямом эфире главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Анатольевна Бабура. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Очень рада видеть вас в гостях. Давайте начнем разговор с самых горячих летних вопросов. При первой возможности сейчас все едут к воде. Безопасно ли сейчас купаться и как Роспотребнадзор следит за качеством воды в водоемах? Безопасно купаться в тех местах, которые определены для купания. То есть для того, чтобы рекреационный водоем возможно использовать для купания населения, он должен предварительно пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получить документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую безопасность. Этим документом является санитарно-эпидемиологическое заключение. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательно исследуется качество воды на многочисленные показатели, санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, исследуется не только вода, но и песок, и только после этого выдается санитарно-эпидемиологическое заключение. У нас все те места, которые определены для купания населения, они получили соответствующие документы. В последующем Роспотребнадзор в рамках уже санитарно-эпидемиологического мониторинга исследуют воду в рекреационных водоемах на соответствующее загрязнение. И в случае выявления проб воды, не отвечающих санитарным требованиям, выносится постановление о запрете использования рекреационного водоема для купания. И это проводится каждый год, и мы обязательно следим за качеством рекреационной воды. Ну и, соответственно, в тех местах, которые не предназначены для купания, купаться там небезопасно в плане эпидемиологическом, то есть можно заразиться различными инфекционными заболеваниями. Это опасно в плане, наверное, травматизма. Но не надо забывать о том, что в этих водоемах плавают различные водоплавающие птицы, находятся различные моллюски, есть такое заболевание, неинфекционное заболевание, как циркаидоз, то есть это то заболевание, которое вызывает зуд купальщиков. Оно неприятное, но вполне возможно заразиться личинками циркариев, и что они впиваются под кожу и вызывают вот такое неприятное состояние. Поэтому мы всегда призываем купаться только в возведенных местах. А в течение сезона есть какие-то проверки воды в разрешенных пляжах? Безусловно, безусловно. Мы еженедельно исследуем воду по графику из всех мест, которые определены для купания населения. То есть можно предполагать, точнее быть уверенным, что официально разрешенный пляж, что там действительно чистая вода безопасна для купания. Безусловно. И мы каждую неделю на своем сайте размещаем информацию о том, что мы исследовали такое-то количество воды, и в таких-то местах безопасно купаться. А если вдруг получается у нас несоответствующие пробы воды, то мы обязаны очень быстро проинформировать главу муниципального образования, в черте которой находится этот рекреационный водоем. Они выставляют соответствующие аншлаги, и купание в этом водоеме на какой-то период запрещается. Потом исследуется повторная вода, и решается вопрос о возобновлении купания. Давайте продолжим тоже о воде. Ходил недавно фейк, что вода заражена холерой. У вас были даже учения по предотвращению завоза холеры. Зачем это делается? В каких целях? Холера – это не такое экзотичное заболевание, как нам кажется. Оно не регистрируется на территории Калининградской области. И, наверное, с начала становления Калининградской области у нас не было зарегистрировано ни одного случая заболевания холеры, в том числе и завозного случая. Но на земном шаре ежегодно регистрируется свыше 5 миллионов случаев холеры. И такие заболевания прежде всего регистрируются в эндемичных по холере странах, африканского континента и азиатского континента. Именно там холера является достаточно частым заболеванием. Но случаи завоза холеры с учетом высокой миграции населения, они могут быть в любую страну. В Российской Федерации также регистрировали случаи заболевания холеры, например, из Индии в 2017 году. Поэтому те эпидемические риски, которые возникают и которые активизируются в связи с тем, что нарушается система водоснабжения, канализования во многих странах, ухудшается эпидемическая ситуация, мы ежегодно, этот год не исключение, просто его так широко афишировали этот год, нашу подготовку в случае ухудшения эпидемической ситуации. Для чего это делается? Мы должны быть уверены, что в случае выявления подозрительного на заболевание холеры человека, все системы сработают правильно. А что значит правильно? Первое, нужно выявить этого больного, знать симптомы заболевания. Второе, нужно правильно диагностировать это заболевание, то есть отобрать у этого больного биологический материал. Нужно его поместить в соответствующие условия, а для этого должна быть готова госпитальная база, то есть лабораторная госпитальная база, должны быть соответствующие лекарственные препараты, дезинфекционные средства, чтобы работать в очаге. Нам нужно будет обследовать контактных и этих контактных помещать тоже под изоляцию. Нам нужно знать алгоритм работы в случае возникновения очага холеры. Именно в этом случае у нас проводятся межведомственные учения по условным вводам больного, то есть отрабатывается на каждом этапе вот этот алгоритм действия. Мы работаем и в пунктах пропуска на территории Калининградской области, работаем в медицинских организациях. Если этот больной тоже может быть выявлен и, например, в гостинице, мы работаем в местах временного размещения, то есть на транспорте, то есть вот в данном случае отрабатывается полностью механизм действия для того, чтобы правильно сработать в случае выявления больного и не допустить, что самое главное, распространение инфекции. Такие учения справедливы только применимо к такому заболеванию, как холера или другие тоже? Нет, ну вот все мероприятия по заболеванию холеры мы в этом году отрабатываем в рамках постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации. По понятным причинам мы опасаемся ухудшения эпидемической ситуации по заболеваемости холеры именно в этот период, в летний период года именно в этот год, потому что не все спокойно в мире. Но у нас есть комплексный план по проведению мероприятий на случай завоза иных опасных инфекционных заболеваний, к которому относится, например, чума. И сейчас вы, наверное, знаете, что издано постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации и по чуме, по профилактике чуми, потому что активизировались природные очаги чумы. У нас на территории Калининградской области таких очагов нет, но опять же говоря о высокой миграции населения, потому что наши туристы будут отдыхать в иных субъектах Российской Федерации, в которых есть очаги чумы. И с учетом того, что наш турист вездесущ и может быть на территории, в том числе и природного очага, поэтому в случае возвращения в Калининградскую область наши медицинские работники должны знать признаки чумной инфекции, правильно поставить диагноз и принять меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. То есть мы работаем по всем инфекциям, которые являются опасными инфекционными заболеваниями, то есть имеют значение в распространении инфекций среди населения. Готовы ко всему. Да, мы готовы ко всему, у нас есть для этого силы и средства, но вот эти учения нам позволяют уже на практическом уровне отрабатывать все необходимые механизмы, алгоритмы наших действий. Давайте немножко о более приятных вещах. Есть какие-то рекомендации от специалистов, как правильно загорать сейчас? Лето жарко. Да, лето жарко, и мы всегда стараемся получить максимум от солнца. Нам нравится ровный загар, бронзовый. Это безусловно хорошо, но загорать нужно так, чтобы не навредить здоровью. И это тоже очень важно, потому что активность солнца, она достаточно высокая, поэтому существует ряд правил для того, чтобы не получить ожоги в первую очередь и не навредить здоровью, потому что последствия безудержного загара могут быть очень серьезными, в том числе до развития различного рода онкологических заболеваний. И в нашей области онкология кожи – это не такое редкое заболевание, которое наблюдается и выявляется среди населения. Во-первых, избегать прямого солнечного света, тогда, когда солнце прямого солнечного влияния, тогда, когда солнце наиболее активное. Поэтому загорать мы рекомендуем до 11 утра и после 15-16 часов, уже после полудня. Причем, если вы первый раз выходите на пляж, то время нахождения на пляже, время нахождения под солнцем, безусловно, нужно сократить. Еще очень важно знать, какой тип кожи. Есть люди, которые относятся к более темному типу кожи, то есть они загорают без соответствующих ожогов. А есть люди, мы их называем «альбиносы», у которых очень белая кожа, нежная кожа, и подставлять свою кожу под солнечные лучи для них чревато соответствующими ожогами. Безусловно, им в первую очередь нужно использовать солнцезащитные кремы. Опять же нужно обратить внимание, что солнцезащитные кремы бывают разные, с различным поглощением ультрафиолета. И также для взрослых и для детей они тоже разные. То есть использование кремов должно быть строго по инструкции. Следующее – головной убор. Обязательно носить головной убор, то есть мы защищаем голову, особенно люди, которые не имеют волос на голове, но и те, которые имеют волосы на голове, тоже должны быть в головных уборах. Особенно это важно для маленьких детей, потому что мы почему-то об этом забываем. А панамочки, кепочки – это наш атрибут, который мы должны использовать не только на пляже, но и в городской черте. И после того, как мы хорошо нагрелись на солнце, очень важно помнить, что не надо бежать в водоем и сразу окунаться с головой. Потому что если у вас не такая хорошая сердечно-сосудистая система, то здесь можно, конечно, тоже получить очень негодливный итог. Поэтому вот эти простые вроде бы правила нужно помнить для того, чтобы загорать, не навредить и не навредить своему здоровью. Вы упомянули в том числе и детей по поводу летней оздоровительной кампании. Как Роспотребнадзор контролирует? Посещаете все лагеря? Проверяете качество воды или что? Подготовкой летней оздоровительной кампании мы начинаем заниматься сразу же после ее завершения. В сентябре? Да. Мы выдаем соответствующие документы, которые называются предписания по организации всех санитарно-противоэпидемических мероприятий. И в дальнейшем мы контролируем исполнение вот этих всех мероприятий, то есть то, что предписано хозяйствующему субъекту для подготовки летней оздоровительной кампании, они должны выполнить в полном объеме. Кроме этого, самая главная задача – это подготовить условия для летнего отдыха. И вот здесь все лагеря, абсолютно все, независимо от того, называются они загородными летними оздоровительными учреждениями или учреждениями с дневным пребыванием, или школьные лагеря. Либо это лагеря труда и отдыха, либо это палаточные лагеря. Все они проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Это не только визуальный осмотр условий, в которых будут находиться наши дети. Это обязательно лабораторные инструментальные методы исследования. То есть исследуется все – и воздух, и вода, и качество питания. Все абсолютно смотрится в данном случае, и после прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы выдается санитарно-эпидемиологическое заключение. И только в этом случае этот лагерь включается в реестр возможного, так бы я сказала, существования его. То есть тогда он может открыться и принимать детей. Мы учим персонал обязательно, тот, который будет работать в лагере. Мы контролируем процесс прохождения персонала медицинских осмотров и необходимых обследований. Например, в этом году у нас весь персонал перед каждой сменой проходит обследование на коронавирусную инфекцию. А персонал, который работает на пищеблоке, обязательно проходит обследование на все кишечные инфекции, в том числе на кишечные вирусные инфекции. И среди персонала мы выявляли носителей кишечных вирусов, они не допускались до работы, и это позволяет нам обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. И не допуская таких людей к приготовлению пищи, мы предупреждаем различные эпидемические риски, попросту мы предупреждаем вспышки в летних оздоровительных учреждениях. В последующем, когда лагерь уже заработал, мы контролируем все лагеря в рамках надзорно-контрольных мероприятий. То есть здесь уже идет федеральный, государственный санитарно-эпидемиологический надзор. И в случае выявления нарушений, а чаще всего мы выявляем нарушения режимного характера, мы привлекаем хозяйствующие субъекты или должностных лиц к административной ответственности и требуем эти нарушения устранять. То есть любое замечание, здесь мелочей не бывает, и любое замечание органа государственной санитарно-эпидемиологической службы должно быть выполнено. На особом контроле организации питания. Мы контролируем не только тех, кто готовит пищу, но и контролируем тех, кто эту пищу доставляет, и производители этой пищевой продукции с теми, кто лагерь заключил контракты или договора на поставку пищевой продукции. То есть мы смотрим и за безопасностью продуктов питания, и за полноценностью, сбалансированностью питания, которыми дети наши питаются в лагерях. Безусловно, вот самый жаркий, наверное, период времени для Роспотребнадзора это летняя здравоохранительная кампания. В этот период практически у сотрудников Роспотребнадзора нет отпусков, и мы контролируем вот такой важный, по нашему мнению, не только по нашему мнению, раздел работы, раздел контроля и надзора с нашей стороны. — Еще немного о продуктах. Лето, сезон свежих фруктов, ягод. Насколько безопасно покупать ягоды и фрукты, допустим, на автобусных остановках, на перекрестках, на обочинах дорог, ближе к августу появятся на обочинах наверняка арбузы, дыни и так далее. — Они уже появились, они уже появились, и Роспотребнадзор всегда говорит о том, что для торговли должны быть оборудованы специальные места. То есть торговля в неустановленных местах, торговля с рук непонятно чем, и торговля вблизи, непосредственно вблизи от транспортных артерий, это чревато загрязнением той продукции, которую в последующем люди употребляют. Поэтому, скорее всего, спрос раздает предложение, поэтому если мы будем продолжать покупать вот эту продукцию в таких местах, то, наверное, это не совсем правильно. И мы всегда обращаемся к администрации муниципальных образований, и у них есть соответствующие правила и требования организации торговли в летний период в нестационарных местах, но эти правила должны соблюдаться. Поэтому, скорее всего, эти вопросы даже не только к Роспотребнадзору, но и к администрации муниципальных образований, которые в летний период, когда у нас много ягод, много и плода овощной продукции, должны предоставить места для торговли такой продукцией, чтобы арбузы не продавались с земли, а имели соответствующие установки для того, чтобы они были положены на палеты, например, хранились надлежащим образом. Но, конечно, это не должно быть непосредственной близости от дорог. И вот то, что мы сейчас видим, продажа бахчевых культур в нарез, на наш взгляд это просто недопустимо, и опять же это чревато загрязнением этой продукции, потому что, уж если вы покупаете половинку арбуза, а тем более если арбуз закрыт пленочкой, то вот это та среда, которая способствует размножению большого количества бактерий. И когда мы даем эту продукцию прежде всего детям, мы должны помнить, чем больше инфекции, инфекционного агента попадает в наш организм, тем тяжелее развивается инфекционное заболевание. И не только инфекционное заболевание, но и различные пищевые отравления. Берегите себя и своих детей, не покупайте овощи, фрукты, все помолы. Безусловно, мы должны просто от этого отказаться и приобретать продукты только в тех местах, которые именно предназначены для торговли и хранятся надлежащим образом. Довольно часто и много спрашивают, как контролируют Роспотребнадзор качества питьевой воды. И до эфира у нас было много таких вопросов. Из Полесского округа, из Балтийска, из Погратионовского. Вот сейчас пришел вопрос от Татьяны Ефремовой по качеству воды в Центральном районе. Расскажите про контроль качества воды. Ежегодно в рамках надзорно-контрольных полномочий, социально-генического мониторинга по обращениям граждан Управление Роспотребнадзора и ее обеспечивающей организацией ФБУ Центр геноэпидемиологии в Калининградской области, то есть Роспотребнадзор, обследует более 22 тысяч проб воды на различные показатели, которые закреплены в соответствующих санитарных требованиях. Это и санитарно-химические показатели, и микробиологические показатели, и вирусологические, и показатели паразитологические. То есть мы исследуем большое количество проб воды. Так вот, по санитарно-химическим показателям В среднем вода, которая подается населению Калининградской области, в 15-18% не соответствует установленным требованиям. Это касается и источников водоснабжения, и водопроводной воды. И только в 3% она не соответствует по микробиологическим показателям. Опять же, это единичные находки, и чаще всего это вирусное загрязнение воды, возникающее, происходящее уже после каких-то аварийных ситуаций, когда водопроводную сеть могут попасть в соответствующие микроорганизмы. У нас вода по санитарно-химическим плане не соответствует, как правило, по нескольким показателям. Это показатели мутности, и показатели загрязнения воды именно большое содержание железа. Ну и вода соответствующим образом выглядит совсем не предназначенной для питья. Это вода ржавая, это вода мутная, ну и вода, которая из-за которой выходят из строя чайники, кофейники и так далее. То есть та бытовая техника, которую мы используем. Ну и для купания, наверное, вода такая тоже не предназначена. Водоносный горизонт у нас содержит большое количество железа, и поэтому, конечно, здесь необходима соответствующая очистка воды, прежде чем вода попадает в кран. Ну вот такой очистки у нас, к сожалению, не везде она предусмотрена, и у нас есть ряд муниципальных образований, это и Гурицкий муниципальный округ, и Багратионовский, и Балтийский муниципальный округ, и другие, которые действительно вода, где мы получаем большое количество обращений граждан, мы знаем эту проблему, где мы инициируем включение этих вопросов в различные программы, инвестиционные программы, потому что для строительства очистных сооружений, для замены водопроводных сетей, конечно, нужно соответствующее финансирование, и в области это финансирование выделяется, и тот национальный проект «Чистая вода», который реализуется на территории Российской Федерации, мы, конечно, тоже ряд наших населенных пунктов включаются в эти программы, и происходит, пусть, к сожалению, не так быстро, но также мы говорим о том, что 89% населения Калининградской области обеспечены водой соответствующего качества, а вот 10% населения пользуются водой, которая не выдерживает критики, и которая не соответствует установленным требованиям. Один минус летний вспомним еще с вами клещи, и уже поступил такой вопрос, Елена Чешева у нас под эфиром сейчас спрашивает, что делается в области для борьбы с клещами? Ежегодно в области все мероприятия по профилактике клещевых инфекций проводятся в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача, то есть это тот документ, который обязан выполнить каждый глава муниципального образования, каждый индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, который использует территории для массового отдыха населения, или там, где люди отдыхают, где происходит, как говорится, расслабление людей, и они просто забывают о том, что наша область является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, а зараженность боррелиями, возбудителями болезни Лайма или так называемого клещевого боррелиоза в Калининградской области достигает 18%, это большой процент. То есть ежегодно на территории Калининградской области происходит аккорицидная обработка всех территорий, которые предназначены для массового отдыха населения, всех территорий, дошкольных учреждений, школ и, безусловно, территории летних оздоровительных учреждений. Это обязанность, и часть документов, которые мы выдаем, разрешающие работу, например, летних оздоровительных учреждений, мы осуществляем только после проведения вот этих работ. Мы мониторируем, насколько качественно проводится эта обработка, и это уже проводит государство, то есть ФБУ в центре геноэпидемиологии проводит оценку качества проведения этих дезинфекционных мероприятий. Потому что, как правило, муниципалитет, например, заключая договор с какой-то дезинфекционной организацией, не всегда может быть уверен в качестве вот этой обработки. И мы помогаем в данном случае провести оценку качества аккорицидных обработок. Мы обязательно следим за количеством людей, которые обращаются в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей, и уточняем, где произошло это присасывание. И на особом контроле. У нас находится каждый укус, каждое присасывание клещей, если оно произошло в черте населенного пункта, например, в сквере или в парке. В данном случае проводится повторный эпизотологический контроль качества аккорицидных обработок или оценка заклещевленности территории. И в данном случае мы можем потребовать внеочередное проведение аккорицидных обработок. То есть в этой части Роспотребнадзор активно принимает участие. Ну и плюс защита населения от клещевых инфекций. Это разъяснение, как правильно вести себя на отдыхе и возможности проведения защиты, специфической защиты населения против клещевого энцефалита. Я имею в виду аккорицидных обработок. Можем сказать, что Роспотребнадзор и Вы лично предлагаете населению все-таки вакцинироваться? Мы предлагаем населению вакцинироваться, особенно тому населению, кто активно отдыхает на природе. И предлагаем провести вакцинацию тех профессионально угрожаемых групп населения, то есть чьи профессии связаны с работой непосредственно на природе. То есть те, которые могут работать в природном очаге. А так как природный очаг на территории Калининградской области это все муниципальные образования, то те профессии, чья работа связана, те люди, чья профессия связана с работой непосредственно в очаге инфекции, должны прививаться против клещевого энцефалита. И для этого ежегодно правительство Калининградской области выделяет достаточное количество финансирования, закупаются вакцины, и для нашего населения вакцинация против клещевого энцефалита бесплатная. Для этого нужно только обратиться в медицинскую организацию и иметь желание привиться от клещевого энцефалита. В поликлинике по месту? В поликлинике по месту жительства. Да. Давайте от сезонных тем перейдем к таким, наверное, уже вечным и постоянным. Как сейчас эпидемическая обстановка в регионе по коронавирусу? Он еще с нами? Он с нами, и он никуда не делся. И если кто-то надеется, что мы полностью избавились от коронавирусной инфекции, ну это утопия. И с этой инфекцией мы будем продолжать жить. И вирус, я напомню, что РНК, содержащий вирус, а значит он претерпевает такую большую изменчивость. Мы с вами пережили большое количество уже измененных вирусов. И омикрон, с которым мы живем сейчас, это подтверждается теми исследованиями, которые проводятся в институте Пастера, куда мы доставляем биологический материал. Мы живем с омикроном, и даже уже омикрон, он тоже изменяется и уходит из-под иммунитета. И очень важно, конечно, нам поддерживать коллективный иммунитет. Для этого те люди, которые еще не привились, они должны привиться, а те люди, которые не прошли ревакцинацию, должны ревакцинацию пройти. Ежедневно мы регистрируем до 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и среди детей, и среди взрослых. И, к сожалению, у нас есть люди, которые по-прежнему оказываются на больничной койке. Их, конечно, гораздо меньше, чем было этого раньше. Но есть люди, которые оказываются не просто на больничной койке, но и оказываются в отделениях реанимации. И, к сожалению, мы по-прежнему регистрируем те единичные, но летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это в основном люди, которые имеют тяжелые соматические заболевания. Но если раньше я говорила о большинстве людей, то теперь я говорю о том, что в 100% случаев эти люди, которые сейчас умирают от коронавирусной инфекции, не защищены от коронавирусной инфекции, то есть не привиты от коронавирусной инфекции. Поэтому коронавирус с нами. Мы должны это помнить всегда, соблюдать те элементарные правила, о которых мы говорим. Да, ситуация стабилизировалась, и отсюда отмена практически всех ограничительных мероприятий. Но если вы относитесь к группам риска, если вы переболели уже даже коронавирусной инфекцией, переболели тяжело, значит, что-то в организме пошло у вас не так. Заболеть новым видом, например, коронавируса или измененным видом коронавирусной инфекции, или тогда, когда ваш иммунитет не реагирует так, как положено на инфекционный агент, который может попасть в ваш организм, конечно, нужно себя защищать, не только ревакцинироваться, но и носить маску тогда, когда в выдыхаемом вами воздухе может оказаться кто-то другой. То есть тогда, когда вы тесно общаетесь, а тесно общаться это в транспорте или, например, в местах массового отдыха населения. То есть тогда либо их не посещать, либо носить маску. То есть мы об этом тоже не перестаем говорить. Достаточно много вопросов, связанных так или иначе, с ковидом нам поступило до эфира. Евгения Александровна в Одноклассниках спросила, какие нормы и правила в настоящее время действуют при посещении ребенка родителями в оздоровительном лагере? Маски, отрицательный тест, вакцинация и так далее. У нас есть санитарные правила по работе летних оздоровительных учреждений в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции. Но с учетом того, что ситуация стабилизировалась, то есть большинство ограничений снято, в том числе и на возможность посещения родителями и детей в летних оздоровительных учреждениях. Правда, мы все равно не рекомендуем, опять же, коронавирус никуда не делся, то есть не устраивать родительские дни, но привезти что-то ребенку вполне возможно, для этого не нужно никаких тестов, но, наверное, тоже и не нужно, общаясь с ребенком, одевать маску. То есть таких ограничений в настоящее время не существует, они сняты, и мы живем практически... Работа наших летних оздоровительных учреждений осуществляется практически такая же, как и в до-ковидный период. Еще один вопрос по поводу ковида. При устройстве на работу работодатель вправе требовать ПЦР-тест или информацию о вакцинации? Это санитарными правилами не определено, и требованиями ограничительные, никакие мероприятия такие у нас не предусмотрены. Поэтому еще раз, это требование может быть введено в условиях эпидемического неблагополучия. Сейчас ситуация по коронавирусной инфекции в Кренградской области стабильная, поэтому основные ограничительные меры мы сняли. Но, например, если работодатель принимает решение о тестировании своих работников с какой-то периодичностью на коронавирусную инфекцию, он может такое решение принять самостоятельно. И, наверное, это правильно для того, чтобы выявить людей с бессимптомными формами заболевания коронавирусной инфекции и отправить их на соответствующий карантин для того, чтобы инфекция не распространилась внутри коллектива. Ну и касается этой вакцинации. Если работодатель заинтересован, чтобы его учреждение работало стабильно и без всяких срывов, то, конечно, важно, чтобы люди, которые работают в этом коллективе, были привиты. То есть коллективный иммунитет, коллективная защита от коронавирусной инфекции, она также важна, как и важна была в 2020 году, когда мы только начали прививаться от коронавирусной инфекции, и в 2021 году, когда мы вводили соответствующие ограничения, в том числе и по вакцинации от коронавирусной инфекции. И еще один вопрос. Прямо сейчас под эфиром поступает Михаил Кушнир. Здравствуйте. Когда отменят ПЦР-тест на сухопутной границе для выезжающих иностранцев? Это требования, которые касаются федерального законодательства. Мы тоже, как и вы, наверное, ждем соответствующих разрешений и соответствующих указаний правительства Российской Федерации. Эти ограничения Роспотребнадзор территориальный не устанавливал. Поэтому сказать, когда это будет точно назвать дату, я не могу. Давайте перейдем к более, скажем так, актуальному, что ли, новому. В последнее время в новостях появляются сообщения о каких-то новых заболеваниях на планете Земля. Стоит ли беспокоиться калининградцам по поводу оспы обезьян? Калининградцам всегда стоит беспокоиться, наверное, как и любому россиянину и следить за эпидемической ситуацией и за теми эпидемическими рисками. И Роспотребнадзор как раз-таки та организация, та служба, которая нацелена на информирование населения о тех эпидемических рисках, которые существуют на нашей планете. Но оспы обезьян – это далеко не новое заболевание, это занозное заболевание, которое передается человеку от грызунов и приматов. И она известна достаточно давно, и есть эндемичные территории, которые располагаются в Центральной и Западной Африке. И человек может передать эту инфекцию человеку только в условиях тесного контакта. И в данном случае вот этот тесный контакт с наиболее заразными является как раз-таки высыпание, которое характеризует это заболевание, или различного рода биологические жидкости. Но в чем здесь такая новизна этого заболевания, в том, что эта инфекция вышла из своего ареала и стала регистрироваться в других странах. И причем вот эти вспышки, которые регистрируются в Европе и по-прежнему распространяются по миру, вот недавно прозвучало, что первый случай оспа обезьян зарегистрирована в Эстонии, чуть позже в Турции. То есть она шагает, так называемая, по планете, но не так, как, безусловно, коронавирусная инфекция. И здесь мы говорим о том, что для того, чтобы заразиться оспой обезьян, нужен такой вот достаточно тесный контакт. И когда уже сейчас наука изучает, почему, какие же причины выхода из такого ареала, мы, надеюсь, скоро узнаем. Но, опять же, кто болеет оспой обезьян, это в основном молодые мужчины, в основном молодые мужчины. И вот эти вспышки, они связаны, опять же, с массовыми, если в кавычках, такими мероприятиями, которые были проведены в Европе. Это гей-парады, различные оргии и так далее. То есть это люди, имеющие не такую традиционную ориентацию, люди, которые, наверное, имеют соответствующую ориентацию, и они вот после таких мероприятий, разъехавшись по разным странам, как раз-таки обратились за медицинской помощью, был поставлен такой диагноз. Возбудитель ортопоксовирус и передача инфекции, еще раз повторю, происходит контактным путем, в очень редких случаях воздушно-капельным путем. Но в чем здесь опять особенность, и почему мы сейчас говорим об этой инфекции, о том, что нам нужно выявить это заболевание. Для того, чтобы выявить это заболевание, у нас должны быть на это диагностику, и у нас есть диагностические тест-системы для того, чтобы определить это заболевание, и Роспотребнадзор уже создал такие диагностические тест-системы. И так как этот вирус относится к первой группе патогенности, то есть он имеет сразу с вирусом натуральной оспы, то есть для того, чтобы работать с этим вирусом, должны быть особые условия. Поэтому эти особые условия созданы в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора. И мы не будем у себя на территории Калининградской области, хотя у нас есть лаборатория особо опасных инфекций, но она на вторую и третью, четвертую группу патогенности с возбудителями мы работаем. А вот с первой группой патогенности мы будем весь этот материал отправлять в научно-исследовательский институт имени Пастера. Но тем не менее мы знаем, мы обучили медицинских работников основными симптомами заболевания, мы знаем, какой материал должен быть отобран у этих больных, мы знаем, куда разместить этого больного. То есть мы готовы для выявления и мы контролируем те инфекции, с которыми нужно проводить дифференциальную диагностику с оспой обезьяны. То есть, например, под особым контролем у нас ветряная оспа у взрослых. То есть если этот взрослый человек имеет популезные высыпания, характерные в том числе и для оспы обезьян, то мы обязательно проводим эпидемиологическое расследование и устанавливаем, где же такой больной взрослый мог заразиться и получить ветряную оспу. Ветряная ли оспа это вообще? То есть если он приехал из эндемичной территории или имел контакт, например, посещал те же мероприятия в Европе, то, конечно, у нас это должно вызвать соответствующую настороженность. А если больной говорит, да нет же, что вы, у меня дочка маленькая болеет сейчас ветряной оспой, то, скорее всего, это контакты с дочкой и это действительно ветряная оспа. Но, тем не менее, у этого человека, у взрослого, особенно если это мужчина, мы можем и забираем материал, то есть забираем материал из высыпаний непосредственно, забираем кровь и отправляем для исследования, чтобы подтвердить либо опровергнуть это заболевание в Институт Пастера в Санкт-Петербург на Рочном. То есть мы это делаем, мы знаем, что это за заболевание, и мы проводим так называемый эпидемиологический надзор, и в данном случае мы имеем соответствующую настороженность к этой инфекции. Прилагаю немного сменить тему и ответить на еще несколько вопросов, которые нам задавали граждане до эфира. Владимир Романов обращался к вам, приводит номер письма по поводу загрязнения реки Светлогорский и озера Тихое. Достаточно большое сообщение подробное. Озеро Тихое погибает на глазах. Ждем вашего содействия и участия. Да, этот водоем не относится к реактивационным водоемам, то есть такого жесткого контроля за состоянием воды этого водоема не происходит. Но этот водоем находится в черте населенного пункта, поэтому мы постараемся все-таки взять на исследование воду из этого водоема и уже вместе с администрацией работать по его очистке. И в первую очередь нужно выявить неустановленные источники загрязнения этого водоема, если там происходит какой-то слив нечистот в это озеро, в этот водоем. Безусловно, это надо сомпонировать, понять, откуда это происходит. Поэтому мы будем совместно с администрацией, совместно с правительством Калининградской области, с соответствующим министерством работать и по данному водоему. Еще немного сезонных вопросов. Ольга Цветкова спрашивает, почему в чистых озерах карьерах, где купаются люди, разрешают кататься на бензиновых технических средствах? Кто это должен контролировать? Еще раз, каждый рекреационный водоем, который определяется как рекреационный водоем, предназначенный для купания, он имеет своего хозяина. То есть санитарно-эпидемиологическое заключение, которое мы выдаем о возможности использования водоема в рекреационных целях, мы выдаем либо администрации муниципального образования, либо какому-то частному лицу, то есть, например, или ООО, или индивидуальному предпринимателю. Поэтому индивидуальный предприниматель или муниципальное образование вправе устанавливать правила использования этого водоема. То есть на этом водоеме, как правило, запрещается катание на вот этих водных мотоциклах, запрещается стирать белье, запрещается мыть собак, запрещается мыть автотранспортные средства. То есть эти правила устанавливаются, и хозяин водоемов, которые используются в рекреационных целях, должен за этим следить. Ещё несколько сезонных вопросов. Как уберечься от кишечных инфекций? Ну, опять же, все эти правила, о которых мы говорим, это правила профилактики кишечных инфекций. К кишечным инфекциям относятся бактериальные инфекции, вирусные инфекции, в том числе и вирусный гепатит А. И нужно помнить о том, что кишечные инфекции, как передаются кишечные инфекции, водный путь передачи, то есть пить воду из проверенных источников, купаться в тех источниках, которые определены для купания. Это то, что касается профилактики водного пути заражения кишечными инфекциями. Кишечные инфекции передаются пищевым путём. То есть здесь мы говорим о качестве и безопасности продуктов, которые вы приобретаете. То есть в летний период времени, а именно в летний период времени кишечные инфекции поднимают голову, это связано с тем, что летом повышается температура атмосферного воздуха. А бактерии очень любят высокие температуры, особенно температуру где-то 30-35 градусов. Это любимая температура для геометрического размножения бактерий. А если эти бактерии ещё попали в соответствующую среду, а такая среда – это полужистская среда, то есть это все соусы, это майонезы, это сметана, то это вот прям питательная среда, тёплая, влажная. Это питательная среда для размножения бактерий. То есть это обязательный контроль с вашей стороны, со стороны населения, со стороны граждан, условием хранения продуктов питания, условием приготовления продуктов питания – это тоже важно, и соблюдение сроков годности. То есть определить, испорчен продукт или не испорчен, можно в том числе и визуально. Например, мясо. Если мясо на разрезе уже имеет соответствующий, не красноватый цвет, а имеет цвет уже серый, серый цвет, то явно нужно задуматься о качестве данного мяса и о том, где оно хранилось, хранилось ли оно правильно. Потом, если вы покупаете замороженную продукцию, если в большом количестве льда эта продукция находится, то, скорее всего, здесь тоже нарушаются условия температуры, потому что от температурного хранения либо это мясо или продукция уже размораживалась неоднократно, и поэтому от приобретения такой продукции тоже нужно отказаться. Если на плод овощной продукции вы видите какие-то пятна, если вы видите признаки гнили, то, безусловно, эту продукцию тоже не нужно приобретать. Если продукция имеет какой-либо нехарактерный для этой продукции запах, то эту продукцию тоже не стоит употреблять. То есть кислое молоко, если это кислый запах у мясных продукций, если это гнилостный какой-то запах, то, конечно, не стоит испытывать судьбу и употреблять такую продукцию. Поэтому даже визуально можно определить и увидеть, почувствовать, потому что наш нос, наши глаза – это то, что может нам в данном случае помочь предупредить пищевые отравления. Ну и когда вы выбираете предприятие общественного питания для того, чтобы отпраздновать что-то, для того, чтобы просто посидеть и отдохнуть, ну и здесь тоже нужно посмотреть и все-таки быть более таким брезгливым в данном случае, потому что, ну, наверное, не каждое предприятие общественного питания, тем более в летний период, заслуживает наше внимание для того, чтобы отдать свои деньги за ту услугу, которую они вам могут оказать. То есть, если неопрятные даже в опрятности и в чистоте предприятия общественного питания, вы можете ему поставить соответствующую оценку. И в летний период это очень важно. И особое внимание обратить на шашлыки, и особое внимание обратить на нашу продукцию, которую мы все почему-то очень любим, это шаверма или шаурма, как ее правильно называют. Вот когда я это вижу, когда люди едят то мясо, которое жарится, и потом сок этого мяса находится под вот этой пирамидой мяса, от которого отрезают кусочки, и в этот сок, который опять же, да, влажный и теплый сок, где размножаются бактерии, поступают мясные кусочки, а потом активно для того, чтобы, может быть, спрятать какой-то уже гнилостный запах этого мяса, щедро добавляют нам соуса, который готовят, как правило, в какой-то емкости, в ведре, в том числе могут добавить туда и кефир, например, или сметану, или майонез, и могут добавить сырое яйцо, и вот это мясо активно поливают, щедро поливают вот этим соусом, вот этот продукт и называется продукт высокого эпидемиологического риска для того, чтобы получить пищевое отравление, а если там и сырые продукты находятся, то и тяжелая форма сальмонеллеза, которая обязательно потребует вашей госпитализации в инфекционный стационар и длительного лечения от кишечной инфекции. То же самое непрожаренное мясо, куриное мясо может явиться источником заболевания сальмонеллезом, а если вы непрожаренное мясо, например, свинины употребили или говядину, то это может быть источником заболевания различных паразитарных заболеваний, того же ленточного и свиного червяда, которым соответствующим образом заболеть, это тоже не из приятных заболеваний, но и можно заболеть таким заболеванием, как трихинеллез, это тяжелое инфекционное заболевание, которое не так редко встречается на территории Калининградской области. То есть, опять же, в проверенных местах, у проверенных источников покупать мясо. Любая мясная продукция должна иметь документ, ветеринарный документ, подтверждающий безопасность сырья, из которого готовятся те или иные продукции. Ну и прожаривать мясо не бывает здесь, горячее с сырыми не бывает, вот это не подходит абсолютно никак, а тем более, если вы эту продукцию, а как правило, вы эту продукцию, самый лакомый кусочек, вы даете деткам. Вот детки в данном случае тоже могут быть пострадавшими от нашей беспечности, взрослой беспечности, когда мы готовим продукцию на углях, на мангалах и так далее. Лето – это не повод расслабляться, а наоборот. Абсолютно. Лето – это не повод расслабляться. Давайте еще ответим на несколько вопросов. Буквально прям сразу по ходу прямого эфира. Зоя Суханова обращает наше внимание на арку возле гостиницы «Калининград». Ужасная антисанитария, никому дела нет. Мало того, что продают фрукты и ягоды люди без санитарных книжек, это вот о чем мы с вами говорили, и с грязными руками, неопрятным видом, да еще и грязь после них остается. Что здесь посоветовать? Я думаю, что вот этот вопрос мы еще раз будем адресовать муниципальному образованию город Калининград, потому что навести порядок в местах, которые не предназначены для торговли, то есть это несанкционированная торговля, несанкционированная незаконная предпринимательская деятельность, потому что Роспотребнадзор вопросами незаконной предпринимательской деятельности не занимается. Априори мы не можем проверять то, что не должно быть. Поэтому здесь вопрос к администрации города Калининграда и наведения порядка на территории административного округа для того, чтобы таких, ну и, наверное, к органам полиции совместно, для того, чтобы таких мест для несанкционированной торговли не было. Тем более вот это место, оно, как говорится, намоленное, да, уже, где, несмотря на то, что неоднократно, наверное, на него обращали внимание, оно все продолжает иметь место быть. Я согласна, что никому дела нет. Вот с этим не согласна, что никому дела нет, но почему-то с этим вопросом никак не могут справиться. Я думаю, что мы еще раз обратим на это внимание, на несанкционированную торговлю в этом месте. И давайте закончим мы с сообщением. После вашего ответа по поводу озера Тихого в Светлогорске Владимир Крюков написал «Спасибо большое, озеро в плачевном состоянии, очень вас ждем». Хорошо. Спасибо вам за то, что пришли сегодня на прямой эфир, ответили на вопросы наших и наших подписчиков. Спасибо большое за вопросы, спасибо за те вопросы, которые поступили в ходе эфира. У нас есть соответствующая страничка ВКонтакте. Мы готовы принимать вопросы нашего населения и оперативно на них отвечать, потому что то, что интересует и то, что волнует наше население, безусловно, не может не оставаться без внимания Роспотребнадзора. Мы, если в то, что в наших полномочиях мы будем оперативно реагировать, а то, что не в полномочиях Роспотребнадзора, мы будем побуждать те органы и те организации все-таки стремиться к тому, чтобы жизнь нашего населения была безопасной и качественной. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в прямом эфире в пабликах правительства Калининградской области в социальных сетях была главная государственная санитарная врач по Калининградской области Елена Анатольевна Богорова. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»